В Крыму прошел парад кадетов. Шаг чеканили 500 мальчишек и девчонок. Свой марш они посвятили 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. С подробностями Султанья Ситокаева. На плацу парадный расчет играет военный оркестр. 500 учеников из 17 школ Крыма уверенно маршируют чекани-шаг. ДОСАВ России проводит смотр кадетских классов. Эмир Исаев представляет Симферопольскую академическую гимназию. Говорит, к параду готовился несколько месяцев. Всем классом учились маршировать в такт. Военную технику изучаем. У нас был кружок «Юный стрелок». Мы там стреляли с автоматов. У нас в гимназии мы маршируем. Каждый день практически у нас строевая подготовка. Непрерывная связь поколений. Первые лица республики открывают памятник герою Советского Союза Екатерине Деминой. Торжественном строю кадеты. Невысокого роста, хрупкая школьница, легендарная Катюша прошла всю войну, выносила раненых с поля боя, ходила в разведку. Трижды была ранена. Ужасы войны прочувствовала еще совсем юная девчонка. В 15 лет ушла на фронт. На крымской земле получила свой первый орден. Сегодня мы восстанавливаем связь времен и поколений, открывая бюст героя Советского Союза Екатерины Деминой. Человека уникальной судьбы, воина-черноморца, морского пехотинца и инструктора, сводного берегового отряда, девушки, 19 годам познаши все ужасы войны. Оценил показательные выступления кадетов и глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в республике растет достойная смена будущих защитников Отечества. Сегодня и девчонки показывали хороший класс, видим, что не только мужчины готовы сегодня родину защищать. Слава Богу, поэтому вот та идеология сегодня, которая есть, счастье любви к родине и так далее, то, о чем говорит президент, счастье воспитания молодежи, как раз сегодня реализуется вот на таких площадках. Спасибо Министерству обороны, работаем вместе. В Крыму первый кадетский класс был открыт в 2015 году. Сейчас в них обучаются более 2,5 тысяч школьников. А в Кадетске парад на полуострове теперь станет ежегодным. Султанеси, Такаева, Рамазана, Левапов, телеканал «Милет», Симферопольский район. Байрам в каждый дом в селе Красновка Кировского района для детей из близлежащих сел подготовили праздничную программу. Сладкие угощения, любимые герои мультфильмов и незабываемые впечатления. Даут Чахалов побывал на празднике и готов поделиться подробностями. Детский смех, улыбки и суета. Малыши не только собрались сегодня для того, чтобы отметить один из главных праздников мусульман – Ораза Байрам. Во дворе Абдурамановых приятные хлопоты. Дети ждали этот праздник давно. Мы сегодня собрались для того, чтобы устроить детям небольшой праздник. Не все родители могут вывозить своих детей на праздники. Мы решили организовать у себя во дворе. Стенд пестрит детскими рисунками на тему Ораза Байрама. Их авторы – непосредственные участники сегодняшнего мероприятия. В течение месяца Рамадан мы объявили конкурс «Рамадан глазами детей» для детей Кировского района. Дети рисовали. И не только с Кировского района присылали нам рисуночки. Аль-хамду-ли-ля, мы вот сделали стенд. Севиля Сеферова приехала с ребенком из Старого Крыма. Делится. Ощущения от происходящего самые приятные. Очень хорошее ощущение. Машаллах, Матхава, очень все хорошо организовала. Дети, вижу, прям счастливы. Прям танцуют, играются. Машаллах, все хорошо. Неожиданно появляются герои мультфильма. Они подготовили для детей интересную игру, в которой приняли участие все без исключения. После активных игр следует хорошенько подкрепиться. На столах малышей ждут вкусные угощения, которые только-только приготовили. Меню весьма разнообразное. Будут овощи, фрукты нарезка и картофельное пюре с сосисками. Сверху подливать. Целый набор витамина. Да. Однако это еще далеко не кульминация. На очереди подарки. Одно можно сказать точно. Праздник удался. После столь насыщенного развлечениями и угощениями праздником, дети наверняка уйдут счастливыми. Воспоминаний хватит надолго. Даут Чахалов, Арсен Фукала, телеканал Миллет, Кировский район. 24 человека выздоровели от коронавируса за истекшие сутки. Ковид подтвержден у 98 пациентов. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Всего в Крыму с начала пандемии выявили почти 42 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 38,5 тысяч. За сутки скончались три. За весь период умерли 1282 человека. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается на территории республики. Сохраняется масочный режим. Чтобы получить необходимые знания и навыки в любой сфере деятельности, не обязательно покидать родной полуостров. Крымский инженерно-педагогический университет имени Фивзи Якубова перед стартом приемной кампании продемонстрировал свои возможности. Какие, расскажет о кемиссии Дометова. Кейпу день открытых дверей. А это значит, что будущих студентов познакомят с жизнью вуза. Расскажут о том, как проходит обучение и какие перспективы их ждут. А сейчас в актовом зале Крымского инженерно-педагогического университета для абитуриентов проходит концертная программа. Крымский инженерно-педагогический университет имени Фивзи Якубова был основан в 1993 году. Ежегодно он привлекает множество студентов со всех районов Крыма. Диана Белялова приехала из Судака. В этом году планирует поступать в университет на филологический факультет. Считает, день открытых дверей – прекрасная возможность поближе познакомиться с вузом. Меня заинтересовало этот университет тем, что здесь очень много разных направленностей, и также тем, что здесь есть очень много творческих людей, и мне это по душе. Танцы, песни и приветственные слова. Абитуриенты погружаются в многонациональную атмосферу вуза. У нас действительно очень хороший университет. Университет с хорошими устоявшимися традициями, традициями дружественными. Вот в университете на сегодня учатся дети всех народовой национальностей, живущих в Крыму. И вот такой этот Крым в миниатюре. После концерта для будущих студентов небольшая экскурсия, знакомство с факультетами. Роботы, национальные костюмы, машины и лаборатории с новейшей техникой. Экскурсии организовали пять факультетов. Инженерные направления подготовки оснащены оборудованием лучших европейских и российских брендов. После того, как студенты полностью обладают технологией, тогда уже они допускаются к более дорогостоящему оборудованию. И уже там отрабатываются основные манипуляции и основные уже, скажем так, основы программирования. Помимо презентации передовых технологий, для абитуриентов подготовили выставки изобретения работ, выполненных студентами университета. Сегодня мы сделали такую выставку для того, чтобы абитуриенты, которые придут на день открытых дверей, могли ознакомиться, посмотреть, что их ожидает, чему мы будем их учить. И просто посмотреть, что можно получить, поступив на нашу кафедру, какие навыки они могут приобрести. На сайте университета можно совершить виртуальную экскурсию по кафедрам КИПУ, а также ознакомиться с правилами приема документов на следующий учебный год. Приемная комиссия начнет работу уже 20 июня. А кемиссия Дометова, Алимсий Далиев, телеканал Милет, Симферополь. На этом все. Оставайтесь с телеканалом Милет. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»